Привет, друзья! У меня сегодня такой необычный эксперимент в полировке. В принципе, я его уже осуществлял. Я хочу использовать от компании Wilson очиститель, который называется Base Make Cleaner. Он используется как предобработка перед нанесением жидкого стекла и имеет легкий абразивный эффект. И затем сверху него покрытие автомобиля обычной полироли. И также у меня еще сохранилось жидкое стекло, которое пролежало, наверное, полгода в тени. Как написано в инструкции, это жидкое стекло не должно работать при нанесении. Я хочу попробовать, может, на стекло нести и посмотреть, правда это или нет, может ли оно какое-то время еще проработать. Давайте приступим. Я сейчас вам покажу элементы, которые буду полировать. Обращаю внимание, что полировать при солнце нельзя. Я буду поливать только те элементы, которые находятся либо в тени, либо перегоню машину в тень в холодное помещение. Неболее прохладную. Вот на крыле, в принципе, никаких царапин не видно. Видно, что кузов грязный. Какой-то налет на нем есть. Но, в принципе, вот такие вертикальные поверхности, они подвергаются царапинам меньше, чем горизонтальные. Давайте посмотрим, что у нас на горизонтальной поверхности. Ну, опять же, есть какой-то мусор на кузове. Ну, вот есть какие-то легкие царапки, дамыки. Автомобиль предварительно вымыт. И начинаем наносить очиститель на поверхность вот такими движениями. Было-то неплохо даже на самом деле обработать сначала машину глиной. Грязь из-под краски очень много выходит. На самом деле, я даже жалею, что не использую сейчас глину. Потому что реально белый цвет. И очень много вкралось в фактуру краски. Ребят, грязи столько в машине, в краске, что без глины здесь на самом деле никак не обойтись. То, что приготовил на шестерку, чуть-чуть отрезал глины. Вот, смачиваю детальнее. Обязательно постоянно наносить воду. Достаточно, чтобы было увлажнение поверхности. Сейчас буду глиной очищать поверхность. Вот я ее размяк. Вот так пошли. Глина, конечно, обалденно вычищает эти крупные моменты из краски. Ну вот во что превратился у нас кусок глины. После обработки машина, конечно, очень была грязная. И глина в этом плане помогла. В дальнейшем начинаем, просто как сейчас и высушим, обрабатывать очистители Вилсон. Итак, друзья, обработали автомобиль. За основу был взят очиститель Вилсон. Также очистили автомобиль глиной. Глина превратилась в вот такой вот кусок грязи. Вот что стало с микрофиброй после очистителя. Тоже довольно-таки грязная. Давайте посмотрим на результат. После автомобиль был обработан виском. Итак, вот результат. Результатом, в принципе, я довольный. Единственное, что воск не будет долго держаться. Никаких царапин, как не было видно, пока нет. Поверхность довольно-таки гладкая. Ну вот капот. Капот покрыл я, попробовал старым жидким стеклом, но я уже вижу в поверхности, что работать не будет. Действительно, имеется в годности. В течение пару суток средство перестает работать. Вот я провожу рукой по капоту, она абсолютно гладкая. По сравнению с тем, что обработал воском. Хром обрабатывал специальным средством для хрома. И из-за одного фара почистил, вот, в действительной улице. Специально для фар. Ну, вот такой вот сейчас я имею в виду. Еще раз повторяю, это не первый мой опыт. Довольно результатами, если обработать машину, сначала ее очищать глины, затем очистителем от венцы. И затем покрывать обычным воском. Автомобиль имеет очень приятную гладкую поверхность. Естественно, на какое-то время будет иметь хорошие гидрофобные свойства. Единственное, что воск не будет долго держаться на автомобиле. Особенно, если заедет на какую-то коревую мульку. А так как возможность использовать есть и имеет результат долгий. Автомобиль имеет характерный блеск. И, в принципе, прикрывает мелкие царапины. До новых встреч в новых видео. Пока.